всем привет дорогие друзья из солнечной алании меня зовут анастасия я живу в турции в алании уже более десяти лет и на моем канале вы можете найти много интересных и полезных видео о жизни отдыхе и бизнесе в турции сегодня мы с вами по многочисленным заявкам посетив автобусные станции и я расскажу вам о транспорте непосредственно в алании какой здесь транспорт есть как покупать карточки сколько стоит проезд откуда куда можно доехать поэтому не забывайте смотреть все самые полезные и важные ссылки в описании к моим видео также в описании к этому видео есть ссылка о транспорте в турции о том как путешествовать по турции покупать билеты на самолет на автобус и на поезд поэтому заходите в описании к видео там много всего интересного и полезного какие же виды транспорта существуют в алании это конечно же автобусы как городские так и междугородние это такси и у нас есть два порта и также вы можете воспользоваться трансфером на котором можно уехать в аэропорт или приехать в аэропорт алании газипаша либо в аэропорт анталии если вас интересует транспорт по турции смотрите мое предыдущее видео ну и конечно же не забывайте о том что компания травелата дарит вам скидку 500 рублей по моему промокоду который находится в описании для того чтобы приехать в аланию и наслаждаться всеми красотами которые здесь есть также не забывайте о том что помимо того что вы можете приехать в турцию на отдых по туру вы также можете приехать в турцию своим ходом поэтому в описании к моим видео также есть ссылки на сайт где можно приобрести билеты на самолет и забронировать отели со скидками вплоть до 60 процентов если говорить о трансфере аэропорты газипаша которые находятся недалеко от алании и аэропорт анталии есть несколько альтернатив первое это такси стоит примерно 150 170 лир из центра алании также есть трансфер который стоит в аэропорт анталии 55 лир а в аэропорт газипаша стоит порядка 35 лир также существует общественный трансфер хаваш . отправление в алании и точка прибытия из аэропорта газипаша это непосредственно автовокзал в алании смотрите в описании к видео ссылку на карту на этом трансфере проезд стоит около 20 лир и ходит он строго по расписанию как самый обычный автобус бронировать места не надо в описании к видео смотрите ссылку на расписание этого автобуса он обычно ходит к регулярным рейсам компании пегасус и турецкие авиалинии в алании есть два автовокзала первый автовокзал находится точнее это не автовокзал а большая остановка автобусов который многие из вас знают находится в самом центре города а непосредственно автовокзал с которого вы можете уехать в все города турции а также за границу например в грузию находится недалеко от выезда в город около туннеля поэтому смотрите ссылку в описании как приехать на этот большой автовокзал на автобусе 111 или 2 вы из центра города из любой точки города приезжаете вот на эту остановку так она и называется о том гар здесь останавливается автобус 111 если вы хотите уехать с этого автовокзала переходите на улицу напротив и садитесь на автобус автобус отвезет вас один или 101 отвезет вас центр города а если вам нужно ехать по улице 25 метров то автобус 2 2 202 отвезет вас с противоположного конца автовокзала этот авто автовокзал небольшой но с этого автовокзала как я уже сказала вы можете уехать в любую точку турции в любой город турции с этого автовокзала вы можете уехать в анталию в стамбул в анкару на восток турции на запад на север в общем в абсолютно любой город поэтому в описании к этому видео смотрите ссылку на сайт где можно купить билеты помимо того что билеты можно купить онлайн билеты также можно купить многочисленных офисах автобусных фирм офисы различных автобусных компаний помимо того что расположены на самом автовокзале также есть в самом центре алани ссылка на карту в описании к видео не забывайте смотреть ну а многие из вас задают такой вопрос как лучше покупать билеты заранее прийти на автовокзал онлайн как лучше поступить друзья я вам расскажу как поступаем мы если мы едем куда-то на автобусе мы обычно покупаем билеты заранее потому что вдруг придя на автовокзал на автобус может не оказаться билетов но если мы едем куда-то далеко например в афьон вас киши хир если мы едем в анталью можно прийти на автовокзал и сесть в автобус потому что автобус в анталью ходит каждые полчаса поэтому вы можете приобрести берет онлайн на сайте можете приобрести в одном одном из офисах автобусных компаний как центре города так и здесь заранее или придя на автовокзал но не забывайте если в турции праздники например байрам то за неделю до и за неделю после билета найти в различные города очень сложно поэтому если куда-то едете всегда старайтесь покупать билеты заранее ну и на сайте вы можете посмотреть цены на билеты в разные направления в разные города в турции с этого автовокзала можно уехать совершенно во все направления по турции газян тэп диарбак ир батман алла анталья стамбул айден денисли из мир транспортная сеть в турции очень хорошо развита автобусы очень комфортные и удобные если вы находитесь не в аланье и ехать на этот автовокзал для вас достаточно далеко если вы находитесь где-то в конаклы или в каком-то другом районе аланьи то во всех районах есть места где продают билеты на автобусы также офисы автобусных компаний нести в конаклы и в махмутларе его в саларе и в других районах и купив билеты вы можете сесть на автобус прямо около этого офиса или где останавливается автобус который едет в том направлении в котором вам нужно поэтому если вы находитесь в другом районе аланьи не в центре вам не обязательно вам не обязательно ехать сюда вы покупаете билеты в ближайшем офисе у себя и садитесь на автобус там где он останавливается в вашем районе также одним из удобных и альтернативных транспортов в аланье является такси все в турции очень комфортные чистые красивые машины и на такси вы можете ездить как по городу так например и в аэропорт мы узнали у таксистов сколько сейчас стоит поездка в аэропорты и по городу чтобы уехать в аэропорт из аланьи вы должны будете заплатить примерно 170 лет из махмутлара эта цена составляет около 140 лир если вы хотите отправиться в аэропорт из аланьи в анталию то вы должны будете заплатить порядка 600 лир и если говорить о ценах по городу то счетчик стартует с 5 лир а цена за километр 6 лир поэтому многие из вас спрашивают меня сколько стоит приехать например из окуджалара вовсалар что в этом случае нужно делать открываете карту google смотрите сколько составляет расстояние например от конаклы до аланьи составляет она порядка 15 километров умножаете на 6 и тогда будете знать сколько вы заплатите для того чтобы отправиться из одной точки в другую каким образом можно вызвать такси такси можно вызвать по телефону по мобильному телефону по ватсапу ну и конечно же нажав вот на такую кнопку такие кнопки есть все практически на каждом углу в центре алани около каждого отеля гостиницы ресторана и так далее и нажав на эту кнопочку примерно через 5-10 минут приедет такси это кстати очень удобно расположены они либо на таких столбах на деревьях либо если вам нужно такси вы где-то находитесь просто попросите вызвать вам такси и персонал отеля или ресторана вам в этом поможет поэтому видите вот эту кнопку если вам нужно такси смело нажимайте и едьте туда куда вам необходимо ну и конечно же друзья как всегда во всех наших видео приятная вставка с пляжа с моря сейчас мы находимся на пляже клеопатры сейчас у нас конец февраля естественно не сезон но погода стоит очень классно можно прогуливаться ездить на велосипедах гулять с детьми просто дышать морским воздухом и наслаждаться солнцем в одном из следующих видео мы расскажем вам о 5 плюсах отдыха в алании зимой несмотря на то что аланию воспринимают как летнее направление но в алании очень классно и самое главное выгодно отдыхать зимой поэтому вот он пляж клеопатры февраль месяц пойдемте наслаждаться морем а ну и конечно же друзья как бонус покажу вам один из альтернативных но очень дорогих видов транспорта в алании как вы знаете в алании существует два порта один порт находится на въезде в город здесь стоят яхты которые владельцы которых либо путешествия по всему миру какое-то время останавливается здесь либо очень многие прибывают сюда на яхтах на зимовку и на зимовку яхта останавливаются именно здесь но также есть и другой порт в самом центре алании откуда вы отправляетесь в тур вокруг алании на прогулочных яхтах на туристических яхтах в этом порту что есть в этом порту есть все удобства для владельцев яхт есть вода и электричество теннисный корт хамам различные офисы магазины поэтому друзья если у вас есть яхта и вы не были еще в алании обязательно приходите на яхте сюда в этот порт на зиму или просто для того чтобы посетить город посмотреть город также здесь стоят яхты которую вы которые вы можете арендовать на день на два на три также для того чтобы посмотреть все красоты алании с моря отдохнуть море это функция очень популярна летом поэтому если вы хотите отдых более уединенный более высокого качества вы можете арендовать частную яхту и наслаждаться аланий сейчас мы с вами находимся на автобусной станции которая расположена в самом центре алании на пятничном рынке и именно отсюда вы можете уехать близлежащие районы алании вплоть до гази паши и манавгата вот на расстояние дома навгата в сторону анталии и в сторону мерсина до гази паши именно вот с этой автостанции вы можете ну и конечно же во все близлежащие районы алании такие как авсалару худжалар конаклы махмутлар и так далее многие из вас спрашивают как доехать от какого-то района алании если например мы находимся в отеле в конаклы либо в саларе или где-то воксу например в худжаларь как доехать до центра алании до вот этого пятничного рынка доехать очень просто вы выходите на ближайшую остановку находите ближайшую остановку и садитесь на любой автобус который идет в сторону алании и в основном все эти автобусы приезжают именно на эту автостанцию в описании к моему видео смотрите ссылки на то где находится это автостанции и именно с этой автостанции на автобусе номер 4 вы можете уехать на крепость на автобусе номер 10 вы можете отправиться на дым чай и на автобусе номер 8 вы можете отправиться на смотровую площадку тавшан дамы автобус номер восемь отходит не отсюда а с улицы ататюрка поэтому опять же в описании к этому видео смотрите расписание этих автобусов потому что они ходят строго по расписанию и место откуда они отправляются также если у вас возникнут какие-то вопросы вы можете написать мне на ватсап и на ватсапе я уже отправлю вам а либо расписание либо ту информацию которая вам необходима и многие также из вас спрашивают как расплачиваться в автобусах в алании есть два способа первый способ это вот такая вот карточка городская ее можно приобрести в точках распространения стоит она 7 лир и и также можно пополнять и платить в городских автобусах но в автобусах которые ходят за пределы центра алании такие карточки не действуют и в этих автобусах нужно платить наличкой поэтому друзья всегда имейте с собой наличные деньги именно в лирах меняйте валюту на лиры и имейте с собой мелкие деньги если вы ездите в автобусах а карточки вы можете приобрести по адресам которые ссылку на которые я также оставлю этому смотрите где до вас есть ближайшая точка распространения этих карточек и можете приобрести эту карточку я надеюсь что это видео было вам полезно как всегда повторяю все самое важное смотрите в описании к этому видео если у вас есть какие-то вопросы вы можете написать мне на ватсап ну и конечно же когда вы приезжаете в аланию в турцию пользуйтесь общественным транспортом он очень удобный и комфортабельный не забывайте о том что в описании к моему видео есть ссылка на промо-код который даст вам 500 рублей скидку при приобретении туров в аланию ну и друзья ждем вас всех в алании в турции добро пожаловать наслаждайтесь морем солнцем природы и достопримечательностями нашего замечательного города а на сегодня я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока